Все, чем архангелогородцам запомнится уходящая неделя, в программе «Городские подробности». В студии Александр Мамонтов. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Мы стали инициаторами многих передовых идей в плане развития системы дошкольного и школьного образования в области охраны здоровья детей и детского спорта. И эта работа будет продолжена». Конец цитаты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этому вопросу была посвящена еженедельная планерка при главе города. Подробности у Елены Матвеевой. Отопительный сезон в Архангельске хоть и проходит в штатном режиме, но бесперебойной подачи тепла в дома горожан мешают плановые ремонты на сетях ТГК-2. Накануне было 4 отключения, без тепла оказалось около 200 домов. Городоначальник дал специалистам четкое указание – оставлять горожан зимой без тепла недопустимо. «Ну, вроде прошли гидравлические тоже испытания, и все, каждый день уже перекопали весь город». «Согласен с тем, что отключения проходят, и сейчас мы их как бы вынуждены делать для того, чтобы праздники пройти, ну, без отключений. Ну, это все результат того, что, конечно, надо менять в летний период больше сетей». Больше и лучше Виктор Павленко призвал работать и глав городских округов, особенно при проведении снегоуборочных работ. Городоначальник поставил задачу, чтобы и владельцы торговых предприятий следили за чистотой на своих территориях. «Должен быть договор на вывозку снега, как в любой организации. Еще раз призываю, значит, вот в этой части, в части уборки, внимательно посмотреть, и, пожалуйста, что сделаны, и главы будут при отчете указать, как уборка происходила, сколько техники». В случае, если те или иные торговые организации не будут соблюдать элементарные требования по уборке территорий, мэрия Архангельска готова к решительным действиям, вплоть до закрытия объекта торговли. Судебное решение о закрытии городского полигона твердых бытовых отходов может обернуться для горожан ростом платы за вывоз мусора более чем на 50%. Создание альтернативного полигона зависит от решений правительства Архангельской области. Однако с выбором участка для нового места утилизации отходов правительство пока затягивает. В то же время муниципальное предприятие спецавтохозяйства по уборке города получило от Центра гигиены и эпидемиологии и управления Роспотребнадзора положительное заключение о соответствии городского полигона ТБО санитарно-эпидемиологическим правилом. Сейчас он эксплуатируется по всем нормам как санитарного, так и природоохранного законодательства. Показал это и анализ проведенной Академии коммунального хозяйства имени Панфилова, где также установлено, что городской полигон является сооружением природоохранного назначения, а его потенциальная вместимость позволяет продлить срок эксплуатации не менее чем на 10 лет. При этом ближайшие действующие свалки в Северодвинске и Новодвинске не рассчитаны на тот объем мусора, который производится в Архангельске. Если городской полигон за окруженным шоссе будет закрыт, то Новодвинской свалки хватит на две недели, в Северодвинской – на полтора-два месяца. Затем все три города ждет мусорный коллапс. Провести новогодние праздники в штатном режиме, исключив любые аварии – вот задача для специалистов городского хозяйства. План работы в зимние выходные обсуждался на совещании в мэрии Архангельска. Теплоэнерго и водоснабжение города должно осуществляться в бесперебойном режиме. Такую задачу специалистам ежедневно ставит мэр Виктор Павленко, и на грядущие праздники она остается неизменной. По поручению градоначальника, все без исключения коммунальные службы Архангельска составили графики круглосуточного дежурства. Как сообщил главный инженер Архгортеплосетей структурного подразделения ТГК-2 Григорий Паламар, аварийные бригады предприятие уже сформировало. Энергетики проверили наличие необходимых запасов топлива, особенно на отдаленных территориях. По котельным топливо у нас на Хабарке на весь период ПЗП, на Ленинградский 58, в Баке на полтора месяца работы тоже затарим. Создаем, на следующей неделе ждем поступления мазута. При острой необходимости топлива на острова будет доставлять дежурный буксир, а на всех объектах жизнеобеспечения города будут усилены меры охраны. Особое внимание вопросу уборки контейнерных площадок, дорог и проездов, а также электроснабжению города. Электроснабжающим организациям прошу уделить внимание снабжению электрической энергии объектов, коммунальной инфраструктуры и объектов медицинско-социального направления, потому что больницы у нас будут работать, то есть особое внимание. Все плановые работы на объектах коммунальной инфраструктуры в период проведения праздничных мероприятий прошу отменить. В круглосуточном режиме работают телефоны аварийных служб. В случае возникновения нештатных ситуаций горожане могут звонить по телефону 20-43-12 или 004. 17 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения известного ученого, почетного гражданина Архангельска Ксении Петровны Гемб. Одно из памятных мероприятий прошло у мемориальной доски на доме номер 100 по набережной Северной Двины, где жила легендарная северянка. Ксения Гемб. Ее труды по изучению культуры русского севера для большинства как настольные книги, а водорослевая лаборатория, которую она возглавляла десятки лет, до сих пор один из ведущих научно-исследовательских центров страны. Мне кажется, каждый должен человек упорно трудиться, как и Ксения Петровна Гемб, достигать своих целей. Ксения Петровна Гемб считала, что можно быть любым человеком в профессии, в любой работать, но обязательно нужно быть личностью. А личность для нее – это тот человек, который живет для других, трудится для других. И труд Ксении Гемб был оценен при жизни, в том числе званием почетной гражданины Архангельска. Ее имя – как пример для современного поколения. Сегодня приятно, что учащиеся третьей гимназии, которая с 13-го года носит имя Ксения Петровна Гемб, пришли сюда, они понимают осознанно, кто такой человек, и хотят брать с нее пример. Пример человечности, пример общественной деятельности. Вот на таких людях и воспитывается наша молодежь, и преемственность существует, и значит, и обеспечивается вот это интеллектуальное, человеческое будущее нашего города. Торжественную линейку венчало возложение цветов, а закончились юбилейные мероприятия в городских библиотеках, где прошли традиционные вечера памяти Ксении Гемб. В Архангельске подвели итоги ежегодного городского конкурса «Ступень к совершенству». В этом году он стал 15-м по счету. Премии наградили талантливых и трудолюбивых ребят, которые, благодаря своим победам на конкурсах и фестивалях, стали лучшими в этом году. Постоянное занятие в школах искусств, участие в творческих конкурсах – и вот он, долгожданный звездный час. Всеобщему вниманию и аплодисментам зрителей Дарья Филева привыкла давно. Уже 7 лет девочка занимается в театральном кружке «Ананас». Мы показываем спектакли, ездим на конкурсы, занимаем высокие места достаточно, репетируем все время, новогодние праздники устраиваем. По доброй традиции отметили творчество талантливых ребят и меценаты нашего города. В копилке участников хореографического ансамбля «Милари» уже немало наград, но получить такое признание в родном Архангельске для девчонок – особая радость. А что для вас танец? Ой, это вдохновение, это что-то душевное. Танец – это целая жизнь для меня, для нас. Вкладываем душу в танец. Муниципальная премия «Ступеник совершенства» вручается юным архангелогородцам в юбилейный 15-й раз. Традиционно это не только чествование маленьких артистов, но и, конечно, их наставников. Я, конечно, благодарен и самим ребятам, учащимся прежде всего, их родителям, преподавателям, которые раскрыли вот этот чудный талант. Поэтому думаю, что эти ребята прославят еще наш город Архангельск на долгие годы и не только на всю Россию, но и на весь мир. Я им желаю в этом успехов. А в завершении вечера поморские звездочки выступили перед зрителями во всем сиянии своего таланта. Эфир продолжает традиционная рубрика «Лица недели». Ее герой сегодня – главный судья соревнований по плаванию на Кубок Архангельска Ольга Юницына, преподаватель торгово-экономического колледжа Марина Смирнова и сотрудница культурного центра «Луч» Алена Зыкова. Ей слово. Эта неделя запомнилась молодежному культурному центру «Луч» тем, что были подведены итоги конкурса «Виват-студент». Невозможно представить жизнь студентов без выплеска творческой энергии. Именно поэтому данный конкурс получил такую большую популярность. Конкурс проходит при поддержке мэрии города Архангельска. Конкурс проходил по следующим номинациям. Вокал, хореография, видеожурналистика. Я считаю, что такие конкурсы очень важны, так как они помогают раскрыться нашей молодежи, раскрыть свой творческий потенциал и выйти на более высокий профессиональный уровень. Эта неделя запомнилась тем, что в плавательном бассейне «Водник» прошли соревнования кубок города Архангельска по плаванию. Соревнования отличались массовостью. И на них были допущены самые юные спортсмены. Это дети 9-10 лет. Эти соревнования интересны тем, что мы можем на них просмотреть молодых спортсменов. Посмотреть, как они соревнуются, как проявляют свой характер. Благодаря таким соревнованиям поднимается интерес к плаванию. Очень много на трибунах заителей. Стало доброй традицией, что мэрия города Архангельска поддерживает нас. И три раза в году мы проводим соревнования. С этих соревнований мы отбираем команду города Архангельска, чтобы они защищали честь нашего центра в областных соревнованиях. Также команду маленьких детей мы отбираем на всероссийские соревнования. Эта неделя в Архангельском торгово-экономическом колледже запомнилась проведением конкурса художественного слова о родине, о подвигах, о славе, который был проведен в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Этот конкурс был поддержан мэрией города Архангельска. К собравшимся студентам обратились ветераны, труженики тыла, дети войны. 46 юношей и девушек приняли участие в этом конкурсе, прочитав стихи и прозу советских и российских поэтов и прозаиков на военно-патриотическую тему. Такие конкурсы воспитывают и чувство патриотизма, и уважение к старшему поколению, к ветеранам, к участникам войны. В Архангельске подвели итоги городских конкурсов «Школа года» и «Детский сад-2014». Чествовали лауреатов в Соломбальском доме детского творчества. Имена победителей назовем прямо сейчас. Их профессиональное мастерство не поддается сомнению, но вновь вспомнить о значимости педагогического труда будет не лишним, как и отметить тех, кто стоит на передовой образования в Архангельске. Среди победителей коллектив 95-й школы, признанный лучшей в этом году. Это заслуга учителей нашей школы. Они участники самых различных конкурсов и проектов, особенно экологической направленности. Большую социально значимую работу проводят и педагоги детсада «Рябинушка». И это не только воспитание почти 400 малышей, но и методическое обучение коллег из других учреждений. «Рябинушка» заняла первое место в номинации «Лидер дошкольного образования». Но это признание учреждения как действительно конкурентоспособного учреждения в городе, как нужного для родителей. Слова признательности в этот вечер принимали и методисты архангельских детсадов, которые заявили на конкурс десятки мультимедиапрезентаций о своих учреждениях. Своим талантом и мастерством вы, дорогие педагоги, зажигаете сердца учеников и воспитанников. Нам с вами дарено самое дорогое, что у нас есть, это наше будущее, наши дети. И именно от нас с вами зависит, каким будет российское общество. Конкурсные награды получили и председатели жюри муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. А самих ребят, занявших призовые места, будут чествовать на форуме «Талантливое будущее России», который откроется в Архангельске 23 декабря. Итоги еще одного конкурса, на этот раз спортивного, подвели на этой неделе в Архангельске. Спортивный Олимп 2014. Призами и памятными подарками от мэрии Архангельска наградили почти 90 спортсменов, тренеров и руководителей спортивных школ. Подробности у Надежды Лебедевой. Конкурс «Спортивный Олимп» – это первая ступенька к большим спортивным победам. Кто-то из этих ребят в уходящем году получил свою первую в жизни медаль. Кто-то вышел на новый уровень мастерства. Завоевывая личные и командные награды на соревнованиях, они умножают и славу Архангельска. Наши спортсмены успешно представляют Архангельск на выездных соревнованиях. По многим видам спорта являются сильнейшими на северо-западе. А по отдельным видам спорта входят в состав сборной России. Эрика Ценни стала одним из лауреатов конкурса «Спортивный Олимп» в номинации «Лучший спортсмен». Эрика занимается французским и тайским боксом. На ее счету уже две золотые медали на первенствах России и бронза на первенстве Европы. Столь суровые виды спорта этой хрупкой девушки по плечу. Возможно, кому-то кажется, что тяжело, но если человек хочет чего-то достичь, если он действительно этого хочет, то я думаю, что для него это удовольствие. Для него это удовольствие что-то делать, чтобы получить награду. Команда по синхронному катанию «Каскад» удостоена призов поощрительной номинации «Команда спортивной надежды». Фигуристки не только вместе тренируются, но и вне катка почти не расстаются. Очень хорошо дружим, гуляем вместе, проводим время свободное. Мы доверяем друг другу. И это чувствуется, когда катаешь программу. Среди отмеченных наградами от мэрии Архангельска лучшие тренеры, директора спортивных школ, спортсмены-ветераны. Развитие детско-юношеского спорта – одно из приоритетных направлений в работе городских властей. Это особенно важно в год Олимпийского триумфа России. Это была информационная программа «Городские подробности». Напомню, нас можно смотреть и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Александр Мамонтов. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok